Друзья, всем большой привет! Меня зовут Наталья. Я очень рада вас приветствовать на своем канале о вязании. Немножечко пропало, у нас стояли очень теплые деньки, аж до 28 градусов доходило, поэтому была занята дачными делами. Но в процессе немножко вязала, снимала мастер-классы. Сегодня покажу вам, что мне удалось повязать. У меня есть готовая работа. Также начала новый процесс. Давайте, наверное, начнем с готовой работы. Покажу, что я довязала и связала. Я вам ни разу не показывала этот процесс. Это топ. Связала топ для дочи. Вот такой он получился. Из пряжи нежный хлопок от Рико. 2103 номер цвета. 100% хлопок. В 50 граммах. 145 метров. Вязала на размер 42-44. По расходу у меня ушло 145 грамм. Топ связан в две нити. Вязала на спицах номер 4. Полотно понравилось в две ниточки. Приятное, комфортное. В одну было бы сильно тонко, а вот в две вообще прям самый раз. Такой получился укороченный вариант. Это под джинсы с высокой посадкой. Сейчас, я думаю, для молодежи актуально будет, в принципе, вот такой вот топик на лето. Будет подробный мастер-класс. Выйдет на канале Школа вязания от Рико, поскольку связан с их пряжей, да, как я уже и говорила. С этой ниточки я недавно вязала джемпер ромбы. Также в две нити. И вот мне полотно нравится. В две нити очень здорово смотрится. Джемпер я вязала только на 4,5, а здесь на 4. И всё отлично. Я ещё его не постирала. Сегодня буду стирать, чтобы мастер-класс уже доснимать, на себе показать. Дочь у меня в городе, а у нас размер одинаковый, поэтому придётся на мне показывать. Резиночка хорошо смотрится. Вот даже до ВТО такая вот ровненькая, аккуратная. Резинку вязала на тройке. Удлинённые получились лямочки. Сшивала здесь крючком. Ну, на мой взгляд, в принципе, всё аккуратно получилось. Вязать несложно. Модель несложная. Можно связать и меньше размером, допустим, для девочек на лето. И для подростков, да. Себе можно связать. Я вот посмотрю, если дочь не захочет носить, а мне будет нормально, может быть, я его заберу. У меня тоже есть джинсы с высокой посадкой и будет смотреться, я думаю, неплохо. Вот единственное, проймы я не стала обвязывать. В принципе, можно было и проймы обвязать. Ну, посмотрим. Может быть, займусь этим, сделаю. Тут уже это такое дело. Главное, полностью готовое изделие. Показала все важные моменты, всю технику вязания. Всё объяснила, рассказала. А по лямочкам сделала двойные кромочные. То есть, лямочки можно, в принципе, не обвязывать. Они вот хорошо смотрятся, не закручивается край. После ВТО вот так вот разгладится, да, после стирки ровненькие вот такие станут. И думаю, нормально. Ну, про проймы потом подумаю. Может быть, обвяжу ещё проймы, пока не решила. Просто лицевой гладью здесь я подумала, что никакой узор, в принципе, не нужен. И так он такой самодостаточный получился. Вот эта резиночка, да, здесь также сверху повторяется. И, в принципе, достаточно. Спинку немножко удлинила. Тут, по-моему, на 4 рядочка. Мне больше нравится, когда спинка удлинённая, неровная. Как-то я смотрела, не помню, чей-то мастер-класс. И топ девушка вязала, у неё и перед, и спинка одинаковые были. И вот она на себя примеряла. Ну, не совсем мне понравилось, как это смотрится. Всё-таки, я считаю, спинка должна быть немножко повыше. Поэтому я её провязала на 4 рядочка повыше. А пройму сделала глубокую, открытую. Чтобы... Ну, это всё-таки летнее такое лёгкое изделие. Чтобы больше было такой свободы, да. А я раньше работала с разными стопроцентными хлопками. Но вот этот хлопок мне очень понравился. Тактильно мягенький, комфортный, приятный. Вот никакой жёсткости. Как-то я хлопок, не помню, чей фирмы, покупала. Вязала маечку летнюю. Вот грубый, прям грубый, девочки, был стопроцентный хлопок. Здесь очень мягкий. Мягкий-мягкий, комфортный. Вот ещё до стирки. После стирки вообще классный. Джемпер я стирала. Поэтому я знаю, да, как он себя поведёт. Разглаживается вот на 100%. Ровные-ровные петелечки становятся. И очень мягкий, комфортный. Очень классный хлопок. Напомню, что мастер-класс выйдет на канале Школа вязания от Реко. Где выходят некоторые из моих мастер-классов. Поэтому, если хотите связать такой топ, проходите туда по выходным. Как правило, выходят мои мастер-классы у них. Ну, вот такое изделие летнее получилось. Сейчас не так много времени на вязание. Что-то вот такое буду небольшое вязать. Какие-то снимать мастер-классы. Следующий мастер-класс. Сейчас начну снимать песочник детский. Сделаю такой универсальный, чтобы сразу для мальчика и для девочки как раз сейчас к теплу, возможно, будет актуально. Так, по этому изделию всё вам рассказала. Теперь давайте покажу новый процесс. Здесь у меня немного ещё связано, но уже немножко есть что показать. Пряжа YarnArt Summer Dream. 100 грамм, 350 метров. Так. Цвет 4302. И это у нас 30% вискоза. 70 хлопок. Обалденная расцветочка, секционочка. Посмотрите, какая красота. Эту пряжу мне для тестирования прислала в интернет-магазин Yarn21. И я решила попробовать с неё связать дочи своей, уже младшей теперь, футболочку на лето. Я не очень люблю вязать из пряжи, где добавлена вискоза. Вот оно, все петли убегают. Вязать сложновато, поскольку настолько скользкая из-за вискозы получается ниточка. Из полухлопка вяжешь, или из хлопка, без проблем, с большим удовольствием, как говорится. Здесь петли просто все убегают. Если потерял, сложно поднять. Но! Зато потом, я уже вязала из похожих ниточек, только другая фирма была. Зато потом, после ВТО, полотно получается просто супер! Струящаяся, лёгкая. Поэтому стоит немножечко помочиться, но зато на выходе будет красота! Так, начала вязать футболку. Здесь я узоры никакие решила не делать. Тем более, я эту пряжу тестирую, с ней знакомлюсь тут. Поэтому лицевой гладью будет просто идти футболочка. Вывязала росточек. По передней части, вот единственное, после резинки я опустила ажурную дорожку. И вот, видите, вот такими полосками пока, насколько я понимаю, наверное, будет полосатая такая футболочка. Уже теперь видно, да? Цвета идут широкими полосочками. Но будем смотреть дальше. Расцветка очень нравится. Вчера дочь подошла, мама говорит, что ты такое красивое вяжешь. Я говорю, тебе футболочку. Вот ей очень понравилась расцветка. Надеюсь, что у меня всё получится, что я задумала. И дочь будет носить. Вяжу на тройке в одну ниточку. И, в принципе, полотно мне нравится. Лёгкое, воздушное. После ВТО, я ещё раз повторюсь, оно станет всё гладенькое, ровненькое. Прям петельки все разглаживаются. И будет такое струящееся полотно. На лето, на вечера, допустим, гулять, ходить можно с какими-нибудь брючками. Я думаю, будет неплохо. Ну, вот такие пока у меня были новости за тот период, пока отсутствовала на канале. Связала полностью топ и начала новый процесс. Уже неплохо. Сейчас к нам пришла дождливая погода. Будет то дождь, то тепло. Вот так вот вся неделя. Поэтому в дождливые дни буду вязать, стараться побольше. На этом видео буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Очень много всего интересного с вами свяжем. Всем до новых встреч. Пока-пока.